сделать или это невозможно как чуть получше еще еще громче так давайте ну все это максим ну ладно давайте так громче говорите просто и все да давайте ну цели соответственно приобретение знаний по теме понятия процесса вида процесса его состояние в операционных системах и составление содержать его доклада по теме поговорим понятие процесса процесса это некая программа или команда выполняемая на компьютере с помощью команд мы сообщаем операционной системе какую задачу и следует выполнить и введенные команды расшифровываются интерпретарем команды здесь представлена схема выполнения команды в операционной системе также следует сказать о ресурсах которыми владеет процессор это образ исполняемого исполняемого машинного кода который ассоциируется с программой некоторая память этот момент я думаю ладно о нем я скажу еще чуть позже дескрипторами ресурсов операционной системы которые выделяются для процесса файловыми дескрипторами атрибутами безопасности безопасности вот получается здесь сюда входит полномочия процесса и состояние процесса касаемо памяти сейчас еще скажу вот память себя включает исполняемый код входные выходные данные процесса и стек вызовов а также кучу для хранения промежуточных результатов вычислений которые генерируются во время выполнения команды вот и контекста текущего процесса выгружается в память когда выполняется переключение на другой процесс далее здесь представлена вот такая вот схема поясню про эти сегменты сегмент стека он используется для вызова функции системных вызовов сегмент данных он используется для хранения переменных статических динамических которые выделяются из кучи и в сегменте кода у нас код программы который для которого устанавливается обычно доступ только для чтения поговорим о видах процесса первый выделяемый вид это интерактивные и фоновые процессы они запускаются пользователям и в их работе принимает участие непосредственно сам пользователь по умолчанию все программы команды выполнять именно как интерактивные и здесь представлен вот скриншот подобных интерактивных процессов например открытие google chrome а вот это из диспетчера задача далее у нас процессы демоны это автономно выполняющиеся процессы то есть они работают фоновом режиме запускаются вместе с системой и завершают работу как правило вместе с ней вот они обеспечивают работу системных служб и получается доступны в любой момент времени но и могут быть запущены супер пользователям и завершены тоже только супер пользователям и вот здесь мы можем смотреть тоже скриншот из диспетчера задач с подобными демоническими процессами далее поговорим о процессе не хорошо говорить демонические как-то простите какое-нибудь другое слово да да хорошо вот и третий вид процесса это процессы зомби они представляют собой неактивный процесс который по-прежнему находится в таблице процессов сохраняет свой айди это все процессы которые были прерваны или завершены на продолжать существовать завершить их можно только с вместе завершением работ системы либо с завершением работы родительского процесса тут стоит еще сказать о том что все процессы текущие можно вывести с помощью команды ps то есть что я и сделал я с помощью этой же команды выгнал здесь процессы зомби можно видеть теперь поговорим о состояниях процесса выделяют 5 стальных состояний это порождение то есть состояние процесса когда он уже создан но еще не готов к запуску при этом создаются информационные структуры описывающий данный процесс загружает складный сегмент процесса в оперативную память или в область свопинга 2 выдели второе выделяемое состояние это выполнение это активное состояние процесса во время которого процесс обладает всеми необходимыми ресурсами и выполняется непосредственно процессором 3 3 состояние это ожидание это пассивное состояние процесса, при этом он заблокирован, не может выполняться по каким-то своим внутренним причинам, так как ждет осуществления какого-то события, например, завершение операции ввода-вывода, получение сообщения от другого процесса или освобождение какого-то ресурса. Четвертое состояние – это готовность. Готовность – это тоже пассивное состояние процесса, при этом процесс имеет все требуемые для него ресурсы, он готов выполняться, но при этом процессор занят выполнением какого-то другого процесса. И пятое состояние – это завершение. Конечное состояние в резином цикле процесса, если можно так выразиться. Процесс выгружается из памяти и разрушается все структуры данных, которые с ним были связаны. Здесь мы можем видеть схему того, как у нас получается, отражающая все состояния процесса. Вот. Поскольку я обо всем уже сказал, вот эта схема есть также в лекции Дмитрия Сергеевича. Ну, в качестве вывода просто краткий экскурс по тому, что сейчас я сказал. То есть выделяется три основных вида процесса – интерактивные, процессы демона и процессы зомби. Каждый процесс имеет свое состояние, выделяют пять основных, таких как порождение, выполнение, ожидание, готовность и завершение. Ну и в ходе подготовки, конечно же, мной были приобретены знания о понятии процесса, видах процесса и его состояниях в операционных системах. Далее приведен список литературы используемых. Спасибо. Думаю, что на этом стоит закончить. Спасибо, да. Теперь Симонова. Есть? Симонова нету, да? Здесь, 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 здесь. Да, давайте тогда. Так. Все видно? Да, все хорошо. Давайте на весь экран. Ага, все, давай. Значит, я подготовила доклад на тему «Методы управления памятью в операционных системах». Что-то зависло, секунду. Не переключаются? Ага. А вы экран, шарики или окно? А, все. Актуальность, собственно говоря, все понятно. Чем эффективнее компьютер управляет оперативной памятью, тем эффективнее он работает. В принципе, все, что связано с компьютером, старается быть максимально эффективным. Дальше, введение. Управление памятью, это, вот как я и сказала, это способ распределения оперативной памятью. Вот здесь вот у нас представлены три вида распределения оперативной памяти. Вот этот вот использовался, например, в старой операционной системе «Однозначный МСДОС». То есть, как бы, один процесс выполнялся, и за ним шел следующий. Значит, вот этот шел в каких-то встроенных системах, а первый шел в карманных компьютерах. Значит, при работе с памятью операционная система должна ее распределять. То есть, управление памятью не должно ложиться на плечи программиста. «Защита» — это функция говорит о том, что, допустим, если у нас выполняют два процесса какие-то действия, то у одного процесса не должно быть доступа к области памяти, которая принадлежит другому процессу. Ну, то есть, чтобы они друг другу не мешали. Распределение же как раз-таки это, скажем так, подфункция функции защиты. Потому что, допустим, если два процесса занимаются одной и той же задачей, то у них должна быть доступ к одной и той же области памяти, чтобы просто ее не копировать. Это банально неэффективно. Значит, ну, логическая организация — это вот как раз-таки то, о чем мы будем говорить. А физическая организация — это, собственно говоря, то, что происходит на своем устройстве. Значит, первый способ организации памяти — это Single Contiguous Location. Это когда вся память отдана одному процессу. А вот второе тип разделения — это основные способы, которые сейчас, в принципе, используются. Итак, про Single Contiguous Location говорить, собственно говоря, не о чем практически. Тут все понятно, вся память отдана одному процессу, то есть он завершается, на место него сразу приходит другой. Но многозадачность — это тоже возможность, и за счет механизма пейджинга. Это как раз-таки механизм разделения. Значит, теперь поговорим о разделении. Значит, первый тип разделения — это разделение фиксированное. Это когда вся оперативная память разделена на разделы равного размера, и в каждый раздел стоит какая-то очередь. То есть это неэффективно, во-первых, почему, если раздел используется не полностью, то есть там какой-то небольшой процесс располагается, то эта память никак не будет задействована. Просто часть раздела остается пустой. Во-вторых, процесс может быть гораздо больше, чем выделено в разделе, и тогда уже управление памятью ложится на плечи программистов, что, собственно, быть не должно. Это одна из задач операционной системы. Вот, и плюс как бы распределение вот это все по разделам, это тоже занимает ресурсы операционной системы. Эту проблему попытались решить, создав разделы разного размера, то есть как бы операционная система, она выбирает, куда разместить программу. То есть как бы это решило проблему. Кстати, эта проблема называется проблема внутренней фрагментации, но не до конца, как бы там все равно. Оставалась неэффективность. Плюс появилась дополнительная структура данных в виде очереди, вот это вот к разделам. Потому что, во-первых, вот каждая очередь неэффективна к каждому разделу, потому что, допустим, если вот маленький какой-то раздел, есть очередь из процессов, большая, а вот большой раздел стоит пустой, то маленькие разделы не будут выполняться в большом разделе памяти. Поэтому очередь должна быть общей, это большая структура данных. Вот, и это как бы тоже занимает время операционной системы. Значит, динамические разделы попытались тоже решить эту проблему, то есть под каждый процесс выделяется отдельная область памяти. Но тут появляется такая проблема уже как внешняя фрагментация, то есть у нас память выглядит, грубо говоря, как решито своеобразное. То есть операционной системе нужно перемещать туда-сюда блоки памяти, чтобы пустые места были рядом с пустыми, а занятые – занятыми. То есть это такая тоже дополнительная работа для операционной системы. Или же тут можно выбирать блоки. Тут best fit – это когда она пробегается вообще в принципе по всем занятым блокам, и выбирает самый подходящий. First fit – это уже более эффективно, то есть тратится меньше времени. Она выбирает первый, тот, который подошел. А next fit – ну то есть как бы куда поместилась программа, значит все хорошо. Next fit – это говорит о том, что вот допустим у нас был какой-то подходящий, потом мы не пробегаемся всю память заново, и выбираем уже следующий после того, который мы выбрали. То есть вот этот, по сути, самый быстрый. Значит, дальше идет подкачка страниц. Это в принципе уже идет, скажем так, начало концепции виртуальной памяти. То есть у нас вся логическая память, она разделена на страницы. То есть процесс видит память постранично. Он не видит вот эту вот всю сложную организацию, которая, допустим, перемещает что-то. Вот это вот, что на самом деле происходит в физической памяти, то есть для него память едина. Но понятное дело, что нужно как-то координировать логическую память процесса и физическую память процесса. Для этого и был создан Memory Management Unit. Он использует табличку страниц, которая хранится в оперативной памяти. И с помощью процессора перенаправляет соответствующие номера логических страниц на соответствующие номера физических. Вот. И самое важное условие – это то, что страницы растут линейно. Ну, то есть, как бы, в принципе, линейная организация памяти – это очень важная вещь. Потому что, допустим, ну, понятно, что информация находится на какой-то странице. Страницу мы передали с помощью Memory Management Unit. Но, как бы, нам нужна какая-то конкретная информация. И вот этот вот отступ, который находится здесь на странице, он передается абсолютно таким же, потому что они соответствуют по размеру блоки физической и логической памяти. Значит, уже дальше. Вот мы подошли к концепции виртуальной памяти. В целом, она отличается от концепции пейджинга только тем, что вот есть какое-то вторичное внешнее хранилище, в целом все остальное то же самое. И то есть, как бы, тут в концепции виртуальной памяти сразу появляется несколько проблем. Первый из них – это PageFault. Вот это, допустим, когда у нас процессу понадобилась какая-то вот страничка, какая-то информация, которая находится во вторичном хранилище. А как бы, хоп, и ее нету, и все. Значит, дальше проблему эту решает подгрузка. Ну, то есть, как это работает? Допустим, вот нам сказали, что нам нужна страничка, там, допустим, 28. Компьютер такой думает, ага, значит, следующее, скорее всего, будет 29. И он сразу подгружает следующую страничку. Ну, то есть, как бы, заранее думает. Возможно, она нам не понадобится, но система ее уже подгрузила. Трешинг – это проблема, которая возникает. То есть, как это объяснить? Допустим, вот нам же постоянно нужно менять данные туда-сюда. Это, во-первых, долго. Во-вторых, может не оказаться места в оперативной памяти. То есть, допустим, пока что-то будет подгружать, он может параллельно что-то выгружать во вторичное хранилище, чтобы освободить место. Потом он загрузит нашу страницу. И это, собственно говоря, проблема, которая возникает в виртуальной памяти. Лишнее действие операционной системы. Вот эта концепция Copy-on-Write, она реализована только в Unix в виртуальных системах. То есть, если процессам нужна какая-то общая память, то логическая память процесса копируется, а физическая – нет. То есть, они обращаются к одной и той же физической памяти. Но если, допустим, вот скопированному процессу 2 понадобится что-то записать, допустим, вот в эту первую ячейку, то эта первая ячейка скопируется только в том случае, если нужно будет что-то записать. И тогда процесс будет писать уже сюда. Собственно, это основная идея концепции, и больше ничего оригинального тут нет. Значит, в заключение хочется сказать о методах управления памяти в Windows или Linux, и показать, что они действительно применимы. Ну, то есть, Windows применяет использование виртуальной памяти, и также страничное управление, собственно говоря, как Linux. Ну, то есть, памятью управлять важно, от этого зависит скорость работы нашего компьютера. И если вы понимаете, как работает управление памятью, то в целом вы можете как-то реорганизовать работу вашего компьютера и подстроиться под него. Собственно говоря, всё. Спасибо за внимание. Спасибо. Хорошо. Фёдорова? Сейчас попробую поделиться с экраном. Поделиться. Вы видите? Да, да, на весь экран давайте, да. Хорошо. Вот моя презентация... Наверное, что можно сделать? Вот так? У меня просто максимум... А это вы чем смотрите? Это я этим Adobe. Adobe, у него есть просмотр. А где он? Я просто ни разу не пользовалась. Нет. Вот так нормально? Ну, так, а где же тут у него... А вот в меню, вот наверху, видите, вот три... Слева... Слева бутерброд такой. Выше, 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 выше. Выше? All tools? Нет, выше. Меню написано. А, вот. Так, это сейчас... Create PDF, так... Sharefile, print, view. View и, наверное... Fullscreen mode. Control L. А, хорошо. Fullscreen mode. А, вот. Спасибо. Вот моя презентация, она по теме алгоритмы и планирования в системе Linux. Так вот, дальше. Цель данной презентации – это рассказать про суть работы и задачи алгоритмов планирования в системе Linux и поочередно рассказать о преимуществах и недостатках каждого из них. Начну сначала с определения, что такое планирование. Планирование – это обеспечение поочередного доступа процессов к одному процессору. И, соответственно, планировщик – это часть, ответственная за данную операцию. И планировщик должен иметь какой-то алгоритм планирования, который, по сути, представляет из себя политику планирования. То есть, по каким критериям планировщик будет отбирать процесс для взаимодействия с процессором. Также существуют важные ситуации, когда необходимо планирование – это во время создания процесса, завершения работы, когда во время блокировки процесса на операции ввода-вывода и при прерывании ввода-вывода. Теперь расскажу про задачи алгоритмов планирования. Для всех систем, то есть, общей задачей, независимо от системы, это обеспечить справедливость, отводя каждому процессу временное выполнение, контроль за выполнением принятой политики, то есть, планировщик не может изменить свою политику даже по желанию пользователя. Соответственно, это баланс поддержки занятости системы, как частей системы, так и всего процессора в системах пакетной обработки. Соответственно, задачи – это пропускная способность, количество задач в час и минимизация времени на обработку задач. Вот здесь показана примерно схема, как устроено планирование. То есть, сначала задачи выстраиваются в очереди, и планировщик на основе своей политики отбирает нужную задачу. И дальше, когда задача получает доступ к оперативной памяти, уже она дальше либо идет в диск и отводится, то есть, место в памяти, либо она взаимодействует с процессором. Поскольку в системе Linux основной тип процессов – это потоки реального времени, то я расскажу про задачи алгоритмов в системах реального времени. Это просто окончание работы к сроку, предотвращение потери данных и предотвращение деградации качества в мультимедийных системах. То есть, как, например, потеря качества звука. Теперь расскажу о видах алгоритмов планирования в системе Linux. Самым известным является FIFO. Он основан на политике «первым вошел, первым вышел». То есть, он просто отбирает задачи по их месту нахождения в очереди. То есть, какая задача первая поступила к процессу, зато он и берется независимо от всех других ее параметров. Вот. И данный процесс он может… И когда задача выполнена, он просто ее перемещает в конец очереди. Вот здесь представлена схема. То, что задача сначала поступает в адрес памяти, потом выходит оттуда и в конец очереди. Вот здесь, пожалуй, еще получше она представлена. Преимущество данного алгоритма – это простота, поскольку нет никаких хитрых трюков. И справедливость, если судить по логике покупателей, что кто первым пришел, тот и получает услугу, а тот, кто последним, то шлет в конце очереди. Недостатками является это процесс, ограниченный возможностями процессора, может затормозить более быстрые процессы. Далее я расскажу про шет-эрр. Шет-эрр подразумевает циклическое планирование. Оно, по сути, является просто модернизированной версией FIFO, но с учетом того, что каждой задачей выделяется какое-то определенное время, точнее каждой задачи, именно вот общее одно время выполнения выделяется на каждую задачу. Неважно, даже если это время будет меньше того, которое нужно этой задачи, процессор будет взаимодействовать с ней в течение такого-то времени и далее снова переносит ее в конец очереди. Преимуществами является простота, справедливость, по сути, логика не меняется. И недостатками является это частое переключение, поскольку задача, она будет очень часто переключаться, вот тут переключение измеряется аж в квантах, то происходит уменьшение производительности за счет частого переключения, и если редкие переключения, то есть для каждой задачи слишком много времени выделено, то происходит увеличение времени ответа на запрос. CFS – это абсолютно справедливый планировщик. В чем заключается его справедливость? Это то, что он отбирает задачу на основе времени выполнения, которое теоретически она может забрать, и он вычисляет это по данной формуле. О, лог, Н, где Н выражает количество процессов. Это было своего рода прорывной особенностью в процессорах, поскольку раньше в ЦПУ такого не было. Вот, вот, по сути, данный алгоритм, весь данный алгоритм, который очень похож на алгоритм времени решения, и вот чем меньше задача берет времени, тем в более передней позиции она в итоге окажется. Преимущество – это уменьшение оборотного времени, справедливость. Здесь очень интересная логика была представлена, что кто без сдачи, то проходит вперед. И недостатки – это длинный процесс, занявший процессор, не пустит новые процессы, которые пришли позже, ведь данная политика также отводит каждой задачей какое-то время, и если задачи будет слишком много, то как бы и процессор уже взаимодействует с какой-то, то даже если придет новая задача, которая будет занимать меньше времени, процессор не сможет ее обработать быстрее. Ну и как вывод, в данном докладе я рассказала о алгоритмах планирования, которых придерживается Linux, их достоинствах и недостатках. Спасибо за внимание. Спасибо. Барабаш, Полина. Да, я тут. Да, давайте. А можно такой вопрос, а почему чтение стоит? У меня, вроде, на слайдах мало текста. Потому что вы как-то очень нудно говорили, такое ощущение было, что вы не рассказываете, а читаете. Я просто отчитала текст, и поэтому он был относительно выученным. Я могу показать как бы с толстой, что тут не с толстой. Я сейчас послушаю, как вы расскажете, и уже по результатам этого рассказа. Хорошо. Так, сейчас. Так. Вот. Видно? Да, на весь экран давайте. Так. Да, вот здесь вот, да. Режим презентации. Режим презентации. Хорошо. Здравствуйте. Хочу представить доклад по теме «Понятие процесса, виды процессов и его состояние в операционных системах». Подготовила доклад я, Барабаш Полина Витальевна, студентка направления «Прикладная информатика». Операционная система является связующим элементом между пользователем и аппаратным обеспечением. Это взаимодействие осуществляется через программы. И важным понятием в этом механизме является процесс. Процесс — это программа во время ее исполнения со всеми ее данными и выделяемыми ей ресурсами. Так как компьютер обычно используется для разных задач одновременно и существует несколько активных процессов, то основная задача для операционной системы — это управление процессами. Здесь на слайде представлены компоненты этой задачи. Обеспечение жизненного цикла процессов. Мы будем говорить о состояниях. В целом уже рассказал Иван про это, но я, наверное, кое-что дополню. Это как раз распределение ресурсов вычислительной системы между процессами. Также операционная система осуществляет синхронизацию процессов и организацию межпроцессного взаимодействия. Для того, чтобы управлять процессами, операционной системе нужна информация о каждом процессе от момента его создания до момента его завершения. И эта информация хранится в блоке управления процессом или Process Control Block. Также каждый процесс имеет свой идентификационный номер. В разных операционных системах по-разному представлено... По-разному хранится... Сейчас. Разная информация хранится о процессе. Но здесь представлена информация, которая может храниться. Я хотела рассказать подробнее чуть про это. Программный счетчик — это указатель на следующую инструкцию, которую необходимо выполнить процессору. И когда эта инструкция процесса выполнена, то счетчик переключается на следующую инструкцию. Информация о регистрах перед выходом состояния выполнения процесса позволяет восстановить операционные системы, значение регистров, если процесс снова входит в состояние выполнения. Состояние процесса — это статус процесса. Об этом, в общем-то, уже рассказывали. Приоритет процесса — это важность процесса относительно других процессов. Указатель на родительские процессы, указатель на дочерние процессы связаны, потому что в целом у нас есть иерархическая структура. И, как было сказано, процесс — это программа во время ее исполнения. Но нет единственного соответствия, что одной программе соответствует один процесс. Один процесс может порождать другой, и такой процесс про родителей называется родительский процесс. А дочерние процессы — это порожденные им процессы. Важно, что родительский процесс может быть только один, а дочерних может быть несколько. Ну и еще хранятся, например, указатели на открытые файлы, связанные с конкретным процессом. Содержимое информации называется контекстом процесса. И в целом по логической структуре выделяет три вида контекстов. Это телопроцессы или пользовательский контекст, аппаратный контекст или регистровый и системный контекст. В телопроцессы входят неизменяемые константы, связанные с программой соответствующего процесса, машинные команды, оба стека и так далее. Аппаратный контекст, адресное пространство ядра — это регистр общего назначения, счетчик команд, регистр состояния процессора, тоже в целом так далее. Системный контекст включает всю остальную информацию, которая связана с процессом. Это и текущее состояние процесса, приоритет процесса, указатели на дочерние и родительские процессы, на открытые файлы и так далее. Перейдем к состоянию процесса. В целом, уже после предыдущего доклада понятно, что процессы не выполняются одновременно. Операционная система переключается от одного процесса на другой по истечению времени, которое выделено на этот процесс. И получается, что каждый процесс может находиться в том или ином состоянии. В целом, как раз рассказали подробно про общую схему состояния процесса. На слайде еще была как раз схема процесса в Unix, и она имеет дополнительное состояние, в отличие от общей схемы, которая здесь представлена. Наверное, то, что мне хотелось дополнить, это про то, что выполнение процесса, когда мы переходим в ожидание, когда нужно какое-то действие, оно может быть еще также от пользователя, мы ожидаем отклик, или от другого процесса. И нельзя сразу же перейти на выполнение процесса. Сначала переходит в готовность, в состояние готовности, и только оттуда переходит в выполнение процесса. И при завершении все данные удаляются. Это общая схема состояния процесса, и она может отличаться в разных операционных системах. У меня несколько другая классификация видов процессов. В классической теории я нашла информацию, что как раз два вида. Основные — это системные процессы и пользовательские процессы. А третий вид — демоны или сервисные службы. Это выделяется вот в Unix. Особенность системных процессов, что они запускаются из ядра, у них нет собственных исполняемых файлов, и они как бы работают, стартуют вместе с запуском операционной системы и завершаются при завершении работы. Вот, операционные системы. Пользовательские процессы запускаются из исполняемого файла пользователем. Они, как было сказано, могут быть и в интерактивном, и в фоновом режимах. Интерактивным — это значит взаимодействующим с пользователем. И обычно их время выполнения зависит от времени работы конкретного пользователя. Сервисные службы выполняют внутренние функции, такие как проверка целостности файловой системы, или запуск задач по расписанию. И выводы. Конечно, знание о процессах не позволит создать ЭБМ своими руками, но это можно использовать как метафору. Ведь понимание процессов и их взаимодействия является важной частью работы с компьютером, и, главное, оптимизация этой работы. Умение управлять процессами и отслеживать количество процессов может помочь повысить производительность и эффективность системы в целом. На этом все. Спасибо, спасибо. Очень интересные прокидки у вас. Ну, я их сама делала в целом. Очень хорошо, да. Спасибо. Так, дальше у нас Бызова, Мария Олеговна. Здесь? Бызова и нету. Калашникова? Калашникова? Да. Да, давайте. Сейчас я разберусь, как... Видно? Да, да. Теперь на весь экран, пожалуйста. Физическая и логическая адресация в компьютерных системах. Ну, о докладчике я, наверное, не буду рассказывать. Актуальность темы и проблемы. Многие пользователи компьютера сталкиваются с недостаточным пониманием различия между физической и логической адресацией. Из-за этого могут возникнуть проблемы с данными. Объекты предмета исследования, физическая и логическая адресация в компьютерных системах, их различия, применение, взаимодействие. Цель – изучить и проанализировать особенности физической и логической адресации в компьютерных системах, чтобы понять, как они работают. Задача исследования – объяснить, что такое физическая и логическая адресация, понять, в каких сферах они применяются и что значат, и провести сравнительный анализ. Материалы и методов исследования, интернет-ресурсы, учебная литература, аналитика. Введение – мы каждый день сталкиваемся с MAC-адресами, с IP-адресами, но мало понимаем, что это такое. Каждый из этих адресов – это важный элемент компьютерных сетей. Они оба передают данные, но делают это по-разному. Начнем с физической адресации или MAC-адресации. Это уникальный физический код для сетевых устройств. Он используется для идентификации отправителя и получателя. Этот код зашит в компьютер, и его очень сложно изменить, так как он назначается еще при производстве устройства. Он состоит из 48 бит или 6 октетов. Первые три – это уникальный модификатор организации. Также в первых трех актетах зашито, то это глобальный или локально администрированный адрес и предназначен для одиночного или группового получателя. То есть если локально администрированный, то значит, что администратор сети поменял MAC-адрес на какой-либо другой. Это можно понять по вот краски вот битам. А первые оттеночки, как это – это просто порядок для номера устройства. Дальше мы можем сами узнать MAC-адрес нашего устройства. Тут я показала, как это сделать для Windows, но также, думаю, можно сделать то же самое для Linux-системы, просто другой командой. Вот, это мой MAC-адрес устройства. А второе – это для виртуальной машины, как я понимаю. Следующее – это логическая адресация в компьютерных связях. IP-адрес – это тоже адрес, который присваивается какой-либо машине. Он позволяет обменяться данными, определять отправителей получательно, находить оптимальные маршруты передачи данных, что самое важное. Существует два вида IP-адреса – IPv4 и IPv6, но на данный момент в основном используется IPv4. В нем есть небольшая проблема, так как в нем всего 32 разряда, и на данный момент IPv4-адреса начинает заканчиваться, несмотря на то, что это огромное количество адресов в пространстве, но сейчас производится слишком много устройств, и адресов у нас всех не хватает. Поэтому еще довольно давно придумали IPv6-адресацию, но перевод на IPv6-адресацию – это довольно сложный процесс, потому что, во-первых, нету крамотных специалистов на данный момент, которые смогли бы сделать такой глобальный проект. Во-вторых, нету перехода между IPv4 и IPv6, поэтому такой резкий переход может привести к проблемам с безопасностью, мы можем потерять много данных и так далее. Но IPv6-адрес сейчас тоже используется, но уже очень, но уже только в каких-либо… В общем, в частных сетях он используется у каких-то очень крупных фирм. Дальше еще чуть-чуть про IP-адресацию. IP-адресацию… Так, модель ОСИ представляет все семь уровней. Насчет этой модели я обсужил MAC и IP-адресацию в том, как они работают. Я буду обсуждать только первые три адреса. Первые три уровня. Физический уровень – просто как ознакомление. Это передача данных по физическим каналам с помощью нулей и единиц, битовой данной. У физической адресации есть такая проблема, то что компьютер не может самоопределить, какую информацию он посылает. И если два каких-то устройства отключены к одному кабелю, информация перешлется на оба этих компьютера, поэтому физическая адресация – это совсем неудобно. Канальный уровень – это вот следующий уровень. Он использует MAC-адресацию. MAC-адресация помогает вычислить, к какому устройству направляются данные, и используется она в основном в небольших сетях. К каждому устройству присвоен свой MAC-адрес, и по нему определяется, куда пересылать. Это решает проблему с путами. Так, формируются фреймы, вот такие вот. Это MAC-адрес-управители, MAC-адрес-получатели, сами данные, которые мы пересылаем. На канальном уровне используются такие устройства, как мастер-коммуникаторы. Мы видим по этой картинке, как работает канальный уровень, по сути. Вот у нас есть два коммуникатора, и мы видим то, что когда рабочая станция B передает к A, это передается только к A, а не на все отключенные компьютеры. А также C передает спокойно данные сервера, а D и E обмениваются друг с другом, и это никак не мешает работе других устройств. Но канальный уровень это не совсем удобно, потому что к этому компьютеру присвоен свой адрес, и компьютеров слишком много. И в глобальной сети используется уже IP-адресация. В IP-адресации все устройства объединяются в сеть, и в этой сети уже ищут устройства, которым именно мы присылаем. Вот, то есть в этой глядной картинке у нас две сети, и мы видим то, что в каждой сети есть устройство под узлами. Вот, узел 4, вот данное устройство. Так гораздо легче, более быстро находится устройство, более удобно пересылать. Различия физической и логической адресации, как я уже выявила, самые глобальные различия это то, что MAC-адрес вшит в само устройство, а IP-адрес более легк в смене, а также их работа, то, что MAC-адрес в основном работает в больших сетях, а IP-адресация уже используется более глобально. Выводы в ходе данной работы я изучила особенности физической и логической адресации, компьютерных сетях, поняла различия между IP и MAC-адресами и принципами их использования. И физическая и логическая адресация помогают правильно доставлять данные на разном уровне сети, глобальном и уже более локальном. Список литературы. Спасибо за внимание. Спасибо. Поле глубоко вы это узнаете на втором и на третьем курсе. Рамицына. Нету Рамицыной. Неустроева. Неустроева. Нилова. Ну, все, значит, больше никого нету и списка у нас, которые предполагалось. Поэтому, наверное, будем завершать занятия. До свидания. Извините, а можно вопрос? Да, да, да. Я хотела спросить, вот в индивидуальном проекте там пост по прошедшей неделе. Это и что имеется в виду? Что имеется в виду пост по прошедшей неделе? Сейчас, 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 сейчас. Сейчас. Ага. Ссылка. Хорошо, спасибо большое, посмотрю. До свидания.